Добрый вечер и смотрите сегодня выпуски. Женщины просят улучшить жилищные условия. Есть ли такая возможность у городских властей? Добро пожаловать. Почему сократилось число этнических казахов, готовых вернуться на историческую родину? С какими сложностями они тут сталкиваются? До сих пор остро стоит вопрос получения гражданства. Как упростить процесс переселения? С вещами на выход бывших спасателей, братьев Бибаджановых, с их 12 детьми выселяют из дома. Это здание ни у кого не числился. Кто оказался владельцем участка, на котором стоит дом? Что ждет эти семьи? С 20 марта алматинцам придется жить по правилам красной зоны. В субботу вступят в силу новые строгие ограничения, утвержденные постановлением главного санитарного врача мегаполиса Жандарбека Бекшина. Учитывая, что выходные плавно перейдут в праздничные дни, в документе четко указан порядок работы популярных общественных объектов и транспорта. Алматы по-прежнему лидирует по числу зараженных. За минувшие сутки коронавирус выявили у 307 человек. Что будет под запретом, расскажет Ардак Камал. Жителям Алматы придется привыкать к новому графику работы общественного транспорта. В предстоящие выходные автобусы будут работать в определенные часы. Это с 6 до 10 утра, а также с 5 до 10 часов вечера. Все остальное время людям придется передвигаться пешком, либо на такси. В торгово-развлекательных центрах, несмотря на рабочий день, посетителей достаточно много. Люди спешат делать покупки, ведь в выходные торговые дома, открытые и крытые рынки будут закрыты. Изменится и график работы и водни. Торгово-развлекательные центры будут открыты до 21.00, а рынки до 17.00. В праздничные дни они ждут посетителей с 10 утра до 5 вечера. Фуд-корты, расположенные в торговых центрах, могут готовить еду на вынос без ограничений по времени. А если вы захотите посидеть в кафе, то будьте готовы освободить столик в 9 вечера. Они готовы принимать посетителей с 7 утра при заполняемости не более 30 мест в зале и не более 50 мест на летних площадках. Цены и отделения Каспочты начнут принимать людей лишь по предварительной записи. Отдельно стоящим торговым сетям и непродуктовым магазинам ограничили работу с 9 утра до 9 вечера. Таковы правила для всех граждан, которые проживают в городе из красной зоны. С 20 марта не будет работать каток Медеу, а горнолыжный курорт Шимбулак обязали сократить количество посетителей наполовину. Закроются все детские развлекательные и образовательные центры, кинотеатры и концертные залы. Остановятся межобластные и туристические перевозки. Также объявили строгий запрет на проведение поминок и семейных торжеств в банкетных залах. Ардак Камал, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. Уже год казахстанцы живут по правилам карантина. Информация от Минздрава у заболевших словно сводки с поля боя. Вирус распространяется волнообразно. Казалось бы, еще вчера регион был в зеленой зоне, а сегодня уже в красной. Чувствуют ли граждане себя в безопасности? Считают ли ограничения необходимыми мерами? Мнение людей узнавал Нургали Карабаев. Уже год, как Казахстан живет в условиях пандемии. За это время в стране не раз вводили карантин. Людей заставляли носить маски, использовать антисептики, соблюдать дистанцию. В какой-то момент у людей даже появился страх заразиться. Нервы сдавали. Но постепенно люди расслабились, потому что все время жить в напряжении невозможно. И сегодня маски в основном носят для того, чтобы зайти в помещение. Мы попробуем узнать, насколько в безопасности себя чувствуют наши граждане. Насколько в безопасности вы себя чувствуете вне дома из-за распространения коронавируса? Полностью чувствую себя нормально. Чувствую себя на 70% безопасности. Думаю, надо будет соблюдать масочный режим. Ну, в автобусах не слишком безопаснее чувствуют, так как многие снимают маски, приоткрывают носы и не соблюдают меры предосторожности. А в таких вот открытых местах более-менее свободно, так как дистанция соблюдается. Но дистанцию соблюдает не везде и не всегда. И это одна из причин распространения коронавируса. Вот что алматинцы ответили на вопрос о том, почему растет число заразившихся. Не защищаются, наверное, как попало, наверное, относятся. Несерьезно к этому относятся, может быть. Люди, да? В областях люди просто в это не верят. И, на мой взгляд, это влияет на ситуацию. Из-за того, что не занимаются люди физической культурой. Впрочем, казахстанцы поделились и своим мнением, как можно остановить распространение коронавируса. Коронавирус как остановишься? Это государство уже. Передумали же. Откуда знаю это? Убрать эту коррупцию. Я думаю, что надо усилить меры. Опрошенные нами граждане не все поддерживают карантинные ограничения, потому что опасаются остаться без работы, но и прививаться не спешат. Многие считают, что им это не пригодится, так как надеются на свое здоровье. Депутаты межилица парламента просят провести госаудит компании Арселор Миттл Тимиртау. Запрос связан с участившимися случаями травматизма и гибели людей. По информации депутата Альберта Рау, с начала года на предприятии произошли пять ЧП, в результате которых скончались четыре сотрудника и есть пострадавшие. Депутат отметил, что несмотря на отчеты о многомиллиардных инвестициях, состояние производственной базы комплекса не улучшается. За последние пять лет на комбинате произошло 25 серьезных аварий. А из-за износа агрегатов по обработке угля, Арселор Миттл вынужден ежемесячно импортировать до 25 тысяч тонн кокса, тогда как ранее он являлся его экспортером. В феврале этого года в цехе зафиксировали нарушения по очистке отходящих газов, что привело к сверхвыбросам вредных веществ. Руководство компании согласовало с Министерством экологии очередной трехлетний план по улучшению экологии комплекса, но гарантий по его выполнению нет. Ведь предприятие уже не раз нарушало обязательства по посадке 500 тысяч деревьев в городе Тимиртау. В ряде стран транснациональная компания, выживав из-за металлургического имената все ресурсы, попросту отказывались от них. Так произошло в Алжире, Триндаде, Польше и ряде других стран. В связи с вышеизложенным прошу правительства Республики Казахстан провести государственный технический аудит. В Шымкенте многодетные мамы пришли к Экимату требовать свое жилье. Они уверяют, что их очередь подошла еще полгода назад, но ключи так никто и не получил. У меня шестеро детей. В очереди я стою больше семи лет. Наша очередь уже подошла. Но с октября-ноября прошлого года чиновники нас выпроваживают. Одни пустые обещания. Мол, вот 15 числа следующего месяца вы уже получите жилье. Мы уже устали. Зачем нас обнадеживать? Пусть скажут, как есть. У Экимата собрались порядка 70 многодетных матерей. Они заявили, что не уйдут, пока не получат ответы на свои вопросы. Женщин принял заместитель Акима Ергали Белезбеков. Он успокоил их, заверив, что дом, в который въедут многодетные семьи, уже построили, осталось устранить небольшие недочеты. Многодетных будет 378 семей. До 1 апреля будут разданы эти дома, будут вручены квартиры. Сейчас есть вопросы распределения. Мы четко по списку, по очередности пойдем и все это распредим. Да, для многодетных в этом году заполнено еще 444 квартиры. До конца года? До конца года. Нарушители поневоле. В Карганды после взрыва газового баллона власти намерены усилить контроль за их использованием. Хлопок раздался накануне. В многоэтажном доме хозяин квартиры в тяжелом состоянии. Однако альтернативы баллонам у горожан нет. Ведь сотни многоэтажек не подключены к централизованному газоснабжению. Устанавливать электроплиты тоже нельзя. Сети не выдерживают. Ольга Иванова, как и тысячи других карагандинцев, нарушительница поневоле. Живет в пятиэтажной хрущевке, где общего ямкостного газа нет. Газораспределительные установки перестали действовать еще в 90-х. Электроплиту установить нельзя. Под нее электросети дома не рассчитаны. Газовые баллоны тоже под запретом. Ими можно пользоваться только в домах не выше двух этажей. У нас нет никакой возможности готовить законно еду своим семьям, кроме как выходить на костер тогда на улице, готовить. И теперь бояться сидеть, что к тебе в двери постучат и выкатят тебе квитанцию со штрафом, тоже бы не хотелось. Жители многоэтажек рискуют. Не у них, так у соседей может произойти несчастный случай, такой, как случился накануне в Караганды. Взрыв произошел ночью, по предварительной версии, из-за утечки газа из баллона. Пострадали и несколько соседних квартир. Хозяин этой сейчас на грани жизни и смерти. Был доставлен пациент 26 лет с термическим ожогом пламени площадью 45%. В состоянии крайне тяжелого ожогового шока. Проблема актуальна для многих городов и поселков Казахстана. Не в силах предоставить альтернативу, власти просто закрывали на нее глаза. Но чем больше происходит взрывов, тем чаще поднимают вопрос об усилении контроля. Штрафы грозят и простым жителям, и малому, и среднему бизнесу. Чиновники советуют перейти на электричество. Жители могут замену провести инженерных сетей в рамках модернизации ЖКХ. Никто пока не подсчитал, хватит ли мощностей ТЭЦ, ведь энергии понадобится гораздо больше. Сколько таких нарушителей в старых многоэтажках, тоже неизвестно. Пока жителям рекомендуют хотя бы пользоваться безопасными клапанами. Они снижают риск утечки. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорумбюро, Карагандинская область. В Казахстане нужно создать агентство по демографии и миграции. Такое предложение сегодня озвучили депутаты Можилиса парламента. Они считают, что ранее уже работал подобный госорган и успешно возвращал на родину этнических казахов. После его ликвидации их миграция снизилась. По сравнению с показателями десятилетней давности в 70 раз. Сейчас работу по возвращению этнических казахов разделили между министерствами. А формированием квот занимаются областные акиматы. Для местных исполнительных органов это становится абузой из-за проблем с размещением кандасов. По данным фонда от Андастар, сегодня за рубежом проживают около 7 миллионов казахов. Из них полтора миллиона хотят вернуться. В этом году для переезда предусмотрели около полутора тысяч квот. Тогда как 10 лет назад в Казахстан вернулись 100 тысяч кандастар. До сих пор остро стоит вопрос получения гражданства. Если в России, Израиле и других государствах требуется всего один документ и проблема решается за один день, то в Казахстане, где обширные земли и очень мало населения, нужно собрать 48 документов. Следует максимально сократить количество бумаг для наших хандастар и сразу выдавать гражданство. Вы смотрите Информбюро. Продолжаем выпуск. Родительница ученика частной школы в Ленгере, Туркестанской области, требует наказать педагогов за то, что они не доглядели за ее сыном. 9-летнего мальчика избили сверстники. Ребенок попал в больницу с травмой головы. Бахром Абдулаев разбирался в этой ситуации. После этой драки 9-летний Егор попал в больницу. Его мама Татьяна Галкина уверена, что случилось это по недосмотру учителей. Она рассказывает, что инцидент произошел 11 марта в частной школе Мейербейс, прямо на уроке физкультуры. Занимались два класса. Но учителя вызвала к себе завод школы, а ученики остались без присмотра. И трое детей избили ее ребенка. Вечером в РОВД я заявление написала, все они подтвердили, мальчики, что они его пинали. Ну как бы это играючи было, но как это играючи, если такие травмы получились. В тот же день скорую в школу не вызывали. Татьяна утверждает, что узнала о случившемся от старшей дочери. После того, как Егор вернулся домой, из порога упал на пол, а из носа пошла кровь. С диагнозом закрыта чертно-мозговая травма сотрясения голодного мозга. Общее состояние больного при поступлении в средней степени чадости. Состояние ребенка в динамике с улучшением завтра, то есть 18 марта, планируется перевести в областную детскую больницу на дальнейшее реабилитационное лечение. Директор частной школы оказалась на больничном, а Забуч от комментариев отказалась. Не удалось войти в стены частной школы даже представителям районного отдела образования. Их туда не впустили. Это ненормально. Мы будем дальше все выяснить, конечно, принять меры, соответственно. Они даже отчетные, никакой даже отчетный. С ними у нас контакта нет вообще. Мы даже не знали. После заявления мамы полицейские начали проверку. Когда Егорова пишет из больницы, ему предстоит пройти экспертизы, которые определяют степень вины и детей, и педагогов. Бахрам Абдулаев, Жан Сирик Барамбаев, Информбюро, Туркестанская область. Бывшие сотрудники ЧС, братья Бибаджановы просят о помощи. Экс-спасатели умоляют не выселять их большую семью из единственного жилья, в котором они прожили около 20 лет. Территория, на которой стоит дом, собственность организации. Дети братьев Бауржана и Сабыржана-Бибиджановых родились и выросли в этом доме. На двоих у них 12 детей. В бесхозное строение им разрешили заселиться руководители подразделений ЧС, в котором братья тогда работали, вспоминают мужчины. Говорят, что в аренде жилье было служебное. Она служебной даже не подходит. Почему? Потому что служебного ордера нет. В 2009 году спасательная служба переведена в систему МЧС РК. Руководство спасательной службы неоднократно уведомляли их о том, что здание не предназначено для жилья. В феврале этого года семьям принесли уведомление о выселении. В феврале этого года земельный участок, на котором расположено строение, перевели на баланс республиканской специализированной спортивной школе-интернат имени Ахметова. Дом, в котором уже 20 лет живут две семьи, находится на берегу Первомайских прудов. Почти 80% побережья перешло в частные руки. Что хотят построить на этом месте, пока неизвестно. Но уже завтра большая семья с малолетними детьми может остаться на улице. У учебного заведения большие планы. На этом участке, оказывается, есть здания, не зарегистрированные никем, нигде. И получается, что мы не выселяем их. Не выселяли даже. Мы не имеем права. Сейчас, да, мы после этого обратились в СИСКОН суд уже о выселении и сносе данного ветхого здания. До начала летних каникул семью обещали оставить в покое. Но в дальнейшем руководство спортшколы намерено добиваться выселения через суд. Шанат Айтенова, Сергей Шуйский, Информбюро Алматы. Можилисмены от фракции АКЖОЛ предлагают ввести персональную и материальную ответственность налоговиков за ущерб, нанесенный добросовестному бизнесу. По словам депутата Даниэй Испаевой, предприниматели жалуются на то, что их сделки необоснованно признают недействительными, из-за чего приходится платить налоговые доначисления. Суммы возрастают до миллиардов тенге, и это приводит к банкротству. По данным парламентской оппозиции, количество таких эскапад бизнесменов за последние три года выросло в девять раз. Даниэй Испаева пояснила, что в марте состоялась встреча партии АКЖОЛ с представителями Верховного суда, Генпрокуратуры и Комитета госдоходов. После этого исключили пункты, признававшие сделки недействительными при недостаточности материальных ресурсов. Однако суды на местах по-прежнему опираются на такие предположения налоговиков, а доводы бизнеса игнорируют. К тому же фискальные органы доначисляют налоги, штрафы и пьяни из-за недобросовестных партнеров. При выявлении одного нарушителя, всех его контрагентов по цепочке сделок автоматически признают виновными и заставляют доплачивать. Мы не защищаем действительных мошенников, но настаиваем, что санкции должны возлагаться именно на преступников, а не на реально работающий бизнес. Но нынешняя практика свелась именно к тому, что ответственность перекладывается на добросовестные предприятия. Конечно, это проще, чем выявлять сокрытое имущество и выведенные капиталы обнальных фирм. За год пандемии принудительно выдали замуж почти 35 тысяч малолетних девочек. О страшном эффекте коронакризиса рассказали международные правозащитники. Самая тяжелая ситуация в Тихоокеанских странах и Юго-Восточной Азии. Как пандемия лишила тысячи девочек детства и какие страшные прогнозы делают эксперты, знает Елена Меньшова. Добрый вечер. На фоне роста безработицы и экономического спада из-за коронавируса, семьям не на что кормить дочерей. Гораздо дешевле принудительно выдать их замуж. Как правило, еще до достижения 13 лет. Такая ситуация сложилась в Тихоокеанском регионе и Южно-Азиатских странах. Прогнозы о резком росте подростковых браков озвучивались еще в прошлом году. И, похоже, они начали сбываться. По прогнозам организации Save the Children, в ближайшие 4 года количество детских браков достигнет 2,5 миллионов. В школу эти девочки уже никогда не вернутся. Тем временем в мире все шире разворачивают прививочную кампанию. Партия китайской вакцины прибыла в Сьерра-Леоне. Первым гражданином, получившим прививку, стал президент. Это важная веха в нашей борьбе с коронавирусом. У нас, наконец, появилась вакцина, которая безопасна и эффективна. А во Флориде антитела к ковид обнаружили у новорожденного младенца. Его мать на 36-й неделе беременности получила вакцину, а на 39-й родила здорового малыша. Врачи рассказали, что это первый зафиксированный случай рождения ребенка с антителами после вакцинации. Также известны случаи, когда дети еще в утробе получали антитела от переболевшей матери. В Европе паспорта вакцинации будут распространяться и на людей, прививших вакциной «Спутник Ви». А значит, туристы, получившие российскую вакцину, смогут беспрепятственно въезжать в страны Евросоюза. Проект паспортов вакцинации может быть окончательно утвержден уже сегодня. Документ будет доступен как в цифровом, так и в привычном бумажном формате. Мира своевременная, ведь в ряде стран уже заявили о начале третьей волны пандемии. Так, с официальными заявлениями выступили власти Франции и Норвегии. Несмотря на ограничительные меры, новый всплеск заражения беспокоит экспертов. Ведь теперь придется иметь дело еще и с многочисленными мутировавшими штаммами. Большие надежды возлагаются на вакцинацию. Того же мнения придерживаются и ВОЗ. Оскар? Спасибо, Елена. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. Будьте в курсе событий вместе с Информбюро и хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok